Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную, очень простую выполнение красивой пышной резиночкой чалму. Данную чалму я вязала для девочки 3 лет, поэтому связала ее ярко-малинового цвета и в набор к ней я сделала вот такой вот снудик обычной платочной вязкой, трубой на окружность головы и высоту 24 см. Вы же можете связать данную чалму на взрослого человека и также дополнить ее снудом по желанию. Я рекомендую вам брать пряжу такую достаточно вот тепленькую полушерстяную, это для того, чтобы связать чалму на зиму. Если же хотите демисезонную, как у меня, то я брала тройную ниточку акрила, меня попросили связать именно из акрила определенной пряжи, вот, но, как на мой взгляд, пряжа такая вот скрипучая, но красиво она ложится в узорчике. В принципе, на данный наборчик у меня ушло где-то почти 2 моточка всего, при том, что я вязала в тройную ниточку. Вот, для вязания чалмы на взрослого человека я рекомендую вам набрать на 1, а то и на 2 рапорта шире вот эту первоначальную ширину, которую мы будем набирать, то есть на 3 петли, либо на 6 петель, это 2 рапорта, набрать шире для того, чтобы чалма получилась глубокая. Я сделала вот таких вот 7 полосочек пышной резиночки, это для размера головы детской, то есть где-то до 5 лет. Вы же можете связать на взрослого человека, сделав, к примеру, не 7 полосочек, а 8, а то и 9, для того, чтобы чалма садилась более глубже. И, соответственно, наша чалма состоит из шарфика, то есть я сказала вам за ширину, если будете вязать на взрослого человека, набираете на 3, а то и 6 петель, больше ширину. В общем, ширина должна получиться не менее 12 сантиметров, можно даже 13, для того, чтобы она более глубже была. И шарфик, который мы будем вязать, я буду вязать, исходя из детского размера головы, то есть где-то порядка 80-83 сантиметров при растянутом состоянии. Для взрослого человека достаточно будет 90 сантиметров. Вот, исходя из таких вот, скажем, рекомендаций, вы сможете связать на взрослого, либо на ребенка чалму. Я по ходу видео буду вам рассказывать, скажем, где мы что будем увеличивать, где что укорачивать, но в целом сборочка делается абсолютно одинаково на любой размер. У меня размерчик связанный на обхват головы до 50 сантиметров, где-то 47-50 сантиметров. Вот, можно связать гораздо больше. Если вам понравилось, обязательно лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Меня попросили связать из пряжи пехорка бисерная, здесь 450 метров в 100 граммах, высокообъемный, стопроцентный акрил. Вот, почему именно из этой пряжи? У моей заказчицы было их два моточка, и я буду вязать из данной пряжи ниточку в три сложения. То есть я возьму с центра моточка один краешек, с внешней стороны, когда снимаете этикеточку, второй краешек, и третий краешек я возьму со второго моточка, а затем точно так же продолжу вязать уже с остатка пряжи, который у меня останется с двух моточков снуд. В целом уйдет где-то один моточек на ниточку в три сложения для вязания чалмы, и где-то ниточка в три сложения для вязания остатков, скажем так, пряжи около моточка для вязания снудика. Вот, вы можете использовать абсолютно любую пряжу, это может быть пряжа полушерстяная, тоже тоненькая ниточка в три сложения. Почему именно тоненькая? Потому что будет, скажем так, пышное красивое вязание. Либо же можете в две нити, но более толще. К примеру, если это будет пряжа полушерстяная Lana Gold, то, соответственно, ниточка в два сложения. Если, к примеру, Lana Gold Fine, то ниточка в три сложения будет достаточно красиво ложиться. Вот, для зимнего варианта лучше, опять же, использовать полушерсть. У меня будет демисезонная чалма. Вот, и под данную пряжу я воспользуюсь спицами номер 4,5. У меня они круговые, но в целом вязание будет вязаться поворотными рядами. Также нам понадобится сантиметр, либо линейка для того, чтобы ориентироваться в размерах, ножнички, игла с большим ушком и где-то около четырех маркеров. Для того, чтобы понять в целом принцип начала вязания чалмы, это вяжется шарфик с определенной шириной и определенной длиной. Для самого, скажем так, простого расчета, в принципе, так таковой ничего не надо. Смотрите, для вязания чалмы на возраст где-то до шести лет, то вам достаточно ширину этого шарфика взять в 10 сантиметров. То есть, в зависимости от вашей плотности вязания и выбранного рисунка, 10 сантиметров будет достаточно. Это для детской. Если же вы вяжете на взрослого человека, то лучше всего это где-то 12-13 сантиметров. Вот эта часть 12-13 сантиметров. Длина шарфика нам нужно вязать в зависимости от размера головы ребенка. Допустим, для взрослого человека вот этот шарфик слегка при растянутом состоянии должен быть 90 сантиметров. Это для размера головы где-то 56 сантиметров плюс-минус 2 сантиметра. Почему все так соотносительно? Потому что чалма в зависимости от глубины, вот где 12-13 сантиметров, насколько вы хотите, чтобы она садилась плотно, либо же свободно. Но в целом это где-то 92 сантиметра для 58-го размера обхвата головы. Далее, для детского размера головы достаточно будет при растянутом состоянии слегка, это где-то 80 сантиметров. Я возьму 83 сантиметра при растянутом состоянии, это для обхвата головы в 50 сантиметров. Почему все так соотносительно? В принципе, какого-то алгоритма так такового цельного я вам подсказать не могу. Я взяла в принципе данные из интернета и исходя из своего опыта вязания. То есть для детской чалмы где-то около 80 сантиметров в длину шарфика будет достаточно. Если же это взрослый человек, то 90 сантиметров это слегка при растянутом состоянии. Вот исходя из этого и будем вязать. У меня на чалму в 10 сантиметров вмещается 6 полных рапортов узора, по 3 петельки каждый рапорт узора. Это получается 18 петель, плюс 2 петли я возьму для симметрии узора, для того, чтобы рисунок начинался и заканчивался абсолютно одинаково, и плюс 2 кромочные петельки. То есть в 10 сантиметрах, не считая кромочных петель, у меня вмещается 20 петелек. Вот исходя из этого я взяла рапорт узора в 3 петли, и у меня получилось 20 петелек, и плюс 2 петли симметрии это 22 петли. Вот для ширины в 10 сантиметров, исходя из моей плотности вязания данным узорчиком, мне нужно набрать 22 петельки. Для 12-13 сантиметров, то есть для жесткого размера чалмы, вам нужно будет добавить, исходя из вот этих вот 3 петелек, рапорт узора. Я рекомендую вам взять плюс 2 рапорта. Соответственно, 22 петли плюс 2 рапорта узора, опять же таки, исходя из моей плотности вязания, это 28 петелек. Если вяжете детскую, набираете 22 петли. Если вяжете взрослую чалму, набираете 28 петелек. То есть плюс 2 рапорта узора, 6 петель. Если у вас ниточка толстенькая, то, возможно, вы попробуйте набрать 22 петли и посмотрите, сколько сантиметров у вас получается. Если у вас получается 12-12,5-13 сантиметров, этого вполне достаточно для взрослой, скажем так, объема для взрослой головы. Я беру рабочие спицы и набираю на одну спицу 2 рабочие первые петельки. Для того, чтобы не были растянутые крайние петли, я набираю на одну спицу. Затем приставляю вторую и набираю еще 20 рабочих петелек. Петельки набраны. Теперь достаем свободную спицу, на которой нет начальных двух петель, и начинаем вязать первый изнаночный ряд. Когда набрали петельки, слегка можете прирастянуть. И вот это и есть наша ширина, которая получится в итоге. Если вам мало, можете добрать еще на один рапорт или два рапорта узора, в зависимости от желаемой ширины. Далее мы начинаем вязание с изнаночного ряда, так как вот эта наборочная косичка у нас находится сейчас с изнаночной стороны. Первую кромочную ряда петельку я всегда буду снимать не провязанной, а далее вяжем, чередуя две изнаночные петли. Обращайте внимание на то, чтобы провязывали все три ниточки, если вяжете в тройную нить. Две изнаночные, одна лицевая. Две изнаночные, одна лицевая. Две изнаночные, одна лицевая. Это и есть рапорт узора в три петельки. Повторяем, две изнаночные лицевая петля, нужное количество рапортов для ряда. И дойдя до конца, до последней петельки ряда, мы провязываем ее изнаночную, так как кромочную петлю, последнюю ряда петельку, я буду провязывать всегда в конце ряда изнаночной. Далее разворачиваем на следующий ряд, и это у нас лицевой ряд, где мы сейчас сформируем первый ряд узорчика. У нас пышная резиночка будет вязаться таким образом. Первую петельку кромочную я снимаю, далее у нас идут две лицевые петли. Первая лицевая петля, вот она, и вторая. Мы пропускаем первую лицевую петлю, ничего с ней не делаем, вводим спицу во вторую петлю, за дальнюю стеночку захватываем рабочую нить, хорошо вытаскиваем петельку, не снимаем ее с левой спицы, правой спицей провязываем первую лицевую, которую пропустили лицевой, и далее снимаем две петельки со спицы. У нас получились перекрещенные две петельки с наклоном вправо, и вот такая вот вытянутая петелька. Далее идет изнаночная, изнаночную провязываем над изнаночной. Далее повторяем, вводим спицу во вторую лицевую петлю, провязываем лицевую, хорошо вытягиваем ее, далее пропущенную первую петлю лицевую провязываем лицевой обычно, и снимаем две петельки со спицы. Далее изнаночную довязываем просто изнаночной по рисунку. Вводим во вторую лицевую петлю, вытаскиваем хорошо петельку, далее провязываем первую лицевой и снимаем две петли со спицы, изнаночная над изнаночной. Снова во вторую лицевую провязываем лицевую петлю, первую лицевую пропущенную провязываем обычной лицевой, снимаем со спицы две петельки, изнаночная над изнаночной. Итак, повторяем нужное количество раз до конца этого ряда. Во вторую вводим петлю, провязываем лицевую, хорошо вытягиваем первую лицевую обычную и снимаем со спицы рабочие петельки. Изнаночная над изнаночной. И у меня это последний раз. Петли симметрии у нас две лицевые, поэтому последнюю петельку лицевую мы провязываем, лицевой вытягиваем. И предпоследнюю петлю провязываем обычной лицевой, снимаем петельки со спицы. Кромочная петля, последняя петля ряда у меня изнаночная. И мы провязали с вами первый ряд узора с лицевой стороны и второй ряд от начала наборочной косички. Далее разворачиваем на изнаночный ряд и повторяем третий ряд как первый. Кромочную снимаем, над изнаночной первой мы вяжем изнаночную, над вот этой вытянутой петелькой мы также вяжем изнаночную. И над лицевой вяжем лицевую. Повторяем. Изнаночная, над вытянутой петлей изнаночная и над лицевой лицевая. То есть, как мы вязали с вами первый ряд, 2 изнаночные лицевая, так вяжем этот ряд, 2 изнаночные лицевая. Только сейчас у нас изнаночная над изнаночной и вот она вытянутая петелька, красивая, длинная, это тоже у нас изнаночная. и лицевая над лицевой. Вот так вяжем нужное количество раз, рапорты узора до конца ряда. Две изнаночные лицевая, в конце ряда две изнаночные, кромочная также изнаночная. Далее мы с вами повторяем четвертый ряд, как провязывали второй. Кромочную снимаем, далее у нас идут две лицевые, вытянутая красивая провязанная петля лицевой и следующая. Мы вводим спицу в следующую лицевую петлю, хорошо вытягиваем ее, провязываем пропущенную лицевую петельку первую и снимаем две петли со спицы, изнаночная над изнаночной. Снова пропускаем первую лицевую, во вторую провязываем лицевую, хорошо вытягиваем петельку и в первую лицевую провязываем обычную лицевую, изнаночная петля. Далее лицевая, вторая, хорошо вытягиваем, первое провязываем как обычно лицевой. Снимаем со спицы изнаночная. Первую петельку пропустили лицевую, вторую провязали хорошо вытянули и первую вернулись провязали обычной лицевой. Изнаночная над изнаночной. И вот так вот до самого-самого конца ряда мы провязываем в каждую вторую петлю лицевую вытянутую петлю, в первую лицевую обычную петлю и снимаем со спицы. Изнаночная над изнаночной. В конце ряда у нас снова вытянутая лицевая во вторую петлю, обычная в первую петлю лицевая и кромочная петля изнаночная. Пятый ряд у нас изнаночный вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, далее идут две изнаночные. Изнаночная над изнаночной первая и над вытянутой петлей изнаночная вторая. Лицевая над лицевой. И снова 2 изнаночные, лицевая. Изнаночные ряды у нас всегда будут вязаться одинаково. Первый, третий, пятый и так далее. Точно так же и лицевые ряды. Второй, четвертый, шестой, восьмой и так далее будут вязаться точно так же абсолютно одинаково. В конце ряда довязываем с изнаночной стороны 2 изнаночные и кромочная петля также изнаночная. Поворачиваем на шестой ряд, он у нас лицевой и снова повторим узорчик. Кромочную снимаем, во вторую лицевую вводим спицу, вытягиваем хорошо петельку. В первую проводим обычную лицевую и снимаем петли со спицы. Изнаночная над изнаночной. Снова лицевая во вторую петлю вытягиваем, лицевая в первую петлю обычная, снимаем со спицы. Изнаночная. И если вы таким вот образом будете привытягивать петельки и провязывать их с наклоном в правую сторону, у нас будут получаться вот такие пышные колосочки, имитирующие резиночку, благодаря вот таким вот перекрещиваниям и изнаночной петельки между колосками у нас и будет получаться вот такая красивая пышная резиночка. У меня ширина сейчас резиночки 10 сантиметров, так как я буду вязать чалму для ребенка. Если вы будете вязать для взрослого, соответственно 12-13 сантиметров у вас должно получиться в нерастянутом состоянии. И далее я буду вязать, повторяя лицевой один и тот же и один и тот же изнаночный ряд до нужной длины. У меня это при растянутом слегка состоянии 80-83 сантиметра и если у вас это взрослое, головной убор для взрослого человека, то соответственно слегка при растянутом состоянии 90 сантиметров. Продолжаем вязать дальше. После того, как я связала шарфик длиной 83 сантиметра, теперь беру кромочную, снимаю петлю и с лицевой стороны начинаю закрывать петельки. Первую лицевую я провязываю лицевой и на нее переодеваю кромочную петлю, при этом спускаю полностью кромочную со спицы. Далее следующую лицевую и изнаночную петлю, две петли вместе, провязываю одной лицевой и предыдущую петлю одеваю на эту лицевую. Далее я каждую последующую петлю просто провязываю лицевой и делаю закрытие петель с помощью перетягивания предыдущей петли на последующую. Хотите, можете изнаночные провязывать изнаночными, над лицевыми провязывать лицевыми, но я буду вот таким вот образом делать закрытие петель. При этом обратите внимание, что мы здесь сделали убавление, сократив две петельки, провязали лицевую и изнаночную вместе. И где-то в конце я сделаю такое же убавление, это для того, чтобы у нас края начального ряда и конечного ряда вот этого шарфика были одинаковые по ширине. Сейчас рисуночек немножечко у нас расширил вязание, поэтому я буду делать два убавления в начале и в конце на протяжении закрытия всех петелек. Вот, пожалуй, можно здесь связать лицевую и изнаночную вместе одной лицевой и сделать вот эту протяжку. И вот так вот до конца, до самого конца мы дошли, закрыв все петельки. Кромочная петля, это последняя петля закрытия. Можно также кромочную здесь также сделать сокращением, вот, для того, чтобы все-таки еще меньше было у нас, ну, как бы, вот этот момент, где идет расширение. Вот, смотрите, чтобы он у нас не сильно расширялся от узора. Можно сделать два-три где-то убавления. Вот я сделала, как вы видите, три убавления и все, наш шарфик закрыт. Теперь остается лишь только сделать сборку чалмы. Для этого мы берем наш шарфик и складываем ровно пополам, присоединив начальный край и ряд закрытия. Вот так вот ровно по центру мы прикрепляем маркер. Вот так. Я его прикрепляю сверху, для того, чтобы мне удобно было делать сборку. Далее, смотрите, я не отрываю ниточку, а беру и собираю чалму. Каким образом? Я вот так вот левый край кладу ровно по центру и загинаю сзади вот этот начальный ряд шарфика. Присоединяю уголок шарфика к вот этому центру. Вот так. Далее беру второй уголок, присоединяю вот сюда чуть-чуть дальше. Теперь беру другую сторону и делаю все то же самое. Я прикрепляю вот сюда, к центру, вот этот уголок. Все делаю сюда же, на эту же булавочку. И другую часть я присоединяю вот сюда. Ниточку я не отрывала специально, для того, чтобы у меня было чем сшивать нашу чалму. Суть такова, что мы сделали сборку таким вот образом, наложив как бы ровно по центру, сделав крестообразное перекрещивание. И при этом края я закрепила с задней стороны. Теперь нам остается лишь только вот этот хвостик как можно длиннее отрезать. Очень такой длинный. И вдеть его в иголочку. Далее я продену вот эту рабочую петлю сквозь ниточку, для того, чтобы ее закрепить. То есть, смотрите, я как бы ее зафиксирую. И далее вот этой ниточкой, вытаскивая петлю, мы будем отрезать и сшивать чалму. Далее продетую ниточку в иголочку я начинаю постепенно сшивать чалму. Смотрите, мы находим кромочную петельку снизу и кромочные петли закрытия сверху. И теперь постепенно-постепенно от уголка, которого мы отметили, начинаем сшивать швом петля в петлю. То есть, вот таким вот образом продевая. Можно взять для удобства крючок такого же размера, как и номер спиц, для того, чтобы вам было бы, ну скажем, удобнее продевать, если вам неудобно это делать иголочкой. В принципе, иглу это тоже можно делать, так как ниточка длинная и тройная. Мне будет это делать, ну скажем, сложненько. Итак, берем постепенно-постепенно вот так вот, то внизу, то сверху, кромочные петельки и петли закрытия, поочередно прошивать вот такими стежками рабочую ниточку. Вот так. И так постепенно-постепенно прошиваем полностью все петельки, поочередно, до тех пор, пока не дойдем до конца вот этого первого шарфика, присоединенного к центру. Так как количество петельчик закрытия больше, чем кромочных петель по нижней стороне, то я предлагаю вам чередовать, прошивать то в кромочную петельку, то между кромочными петлями вот этот вот промежуточек. Сейчас я прошиваю в кромочную, а затем вот он промежуточек между кромочными, и затем сверху прошиваю вот эту петельку закрытия. То есть я как бы чередую то в кромочную, то в промежуток, то в кромочную, то в промежуток, потому что все-таки количество петель закрытия больше, вот, и они как бы мельче. Вот, и теперь я, прошив промежуточек, прошиваю снова в кромочную. Когда дошла до уголочка центра, я прошиваю последнюю кромочную перед маркером, и вот здесь вот последнюю в уголочке петельку за обе полупетли боковой стеночки. И теперь я перехожу вот такими стежками, продолжая делать уже вторую сторону. Я снимаю маркер для того, чтобы мне было удобно. И единственное, что рекомендую вам, когда будете сшивать вторую сторону, приблизительно, чтобы она равнялась вот этой стороне. Вот. И точно так же беру, прошиваю вот здесь, и нахожу здесь кромочную угловую петельку. Вот так. И продолжаю делать такие же стежки уже при вязании второй стороны условного шарфика. Точно так же в промежуточке несколько петелек я провяжу вот здесь вот на борочной косичке. Это буквально 2-3 петельки, потому что они у нас, ну как бы такие вот лишние, может быть 2-3-4, вы уже смотрите по ходу сшивания. И далее вот в кромочную, далее в наборочную косичку. То есть точно так же продолжаем делать сшивание до самого-самого конца, теперь уже этой стороны шарфика. Дойдя до левого края, мы снимаем маркер для того, чтобы освободить нам вот этот уголочек. И все, дошиваем теперь вот здесь вот уголок до конца, буквально двумя стежочками. И смотрите, краешек наборочного края мы оставляем с внутренней стороны для того, чтобы было его удобно спрятать. А здесь мы поворачиваем вот этой стороной передней и должны будем немножечко сшить вот эту сторону. То есть для того, чтобы у нас шапочка приобрела как бы закрытый вид и вот этого ничего у нас не торчало. Мы поворачиваем боковой стеночкой и продолжаем вот здесь вот сшивать по кромочным петлям. Снизу, дальше поворачиваем, сверху петельку находим. Вот она, она прям в уголочке. Подтягиваем вот этот кромочной косички нашей хвостик. И продолжаем здесь кромочная, сверху кромочная. Вот так, сшили. Далее сразу снизу кромочную находим и сверху кромочную. И сшиваем. Снова снизу кромочная, сверху кромочная. Сшиваем. Буквально сделав 5-6 стежочков, вы посмотрите, чтобы у вас не раскручивалась чалма. Вот, еще буквально где-то около 5 стежочков нужно сделать. Вот так. Я делаю это свободно, не затягивая. Для того, чтобы у меня получилось все, как бы, более аккуратно. И когда мы сделали около 10 боковых стежков, мы дошли до вот этого, скажем, перекрестка второй полосочки. Вот и где-то здесь я предлагаю вам закрепить ниточку. То есть, уже, скажем так, вы, получается, прошили все. Но нам нужно вот эту ниточку закрепить и вывернуть с внутренней стороны этот хвостик, отрезать и спрятать. То есть, нам уже он не нужен. Итак, когда мы прошили около 10 стежочков, мы дошли до вот этой вот второй полосочки. Где-то здесь я предлагаю вам закрепить ниточку. То есть, можете еще где-то чуть выше, чем кромочная петля, прошить последнюю петельку. Вот так. И вытягиваем на изнаночную сторону вот эту ниточку. Нам ее нужно там зафиксировать и спрятать. Хотите, можете по поверхности буквально пару стежочков сделать для того, чтобы более плотнее, скажем так, сидела боковая сторона. Вот здесь вот. И вот я вытаскиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я хвостик оставляю небольшой и отрезаю ниточку. Она мне здесь уже не нужна. Можно оставить ниточку, допустим, не отрезать, а отрезать новую смоточку. А затем с внутренней стороны вот здесь вот немножечко этой же ниточкой прошить для того, чтобы зафиксирована была шапочка. Но не спешитесь сначала сейчас это делать, потому что мы должны сшить еще вот эту сторону и вот эту боковую сторону, с которой начинали. Отрезав ниточку, поворачиваем снова затылочной частью и присоединяем ниточку вот сюда. Теперь мы будем сшивать за вот эти кромочные петельки с одной стороны. Я пока ниточку не закрепляю, я ее отправляю на изнаночную сторону и буду чередовать вот так вот то в одну, то во вторую кромочную. Вот так вот снова сшивать две стеночки с одной стороны, с другой стороны. Прошила. Заметьте, что я сшиваю точно так же тройной ниточкой, как и вязала полностью все изделие. Мне кажется, что если сшивать одной ниточкой, то это будет, скажем так, кидаться в глаза. А так наши стежочки, они достаточно пышные и как-то гармонично смотрятся с основным узорчиком. Вот. Теперь прошили здесь, здесь, здесь и здесь. И прошиваем до самого-самого верха. Когда дошивали до самой макушечки, нам нужно повернуть на лицевую сторону и посмотреть, чтобы у нас здесь не получилось такого острого угла. Я еще прошью по кромочным одну петельку максимально, углубившись вот сюда в макушку. И немножечко предлагаю вам по поверхности, уже выгнув шапочку на, скажем так, переднюю часть, вот здесь вот по поверхности прошить немножечко, захватывая уже не кромочные петельки, а вот здесь по макушечке максимально верхние, скажем так, захватывая петельки. Единственное, когда будете захватывать петельки, смотрите, чтобы это смотрелось аккуратно и красиво. Вот. И вот здесь, пожалуй, я захвачу. Вот так вот. Немножечко тяжело, так как тройная ниточка, захватить максимально количество петелек. Вот так. И далее выворачиваем на переднюю сторону, немножечко подвытяну я, для того, чтобы у нас не было стянутая вот здесь макушка. И все, ниточку можно зафиксировать, а можно опять же таки бросить этот краешек. И когда уже все полностью дошиваем, перерастянут вот эту часть, и можно дошивать ее до конца, по желанию. Я этого делать не буду. Я сейчас просто на изнаночную сторону вытаскиваю рабочую ниточку, опять же таки ее там зафиксировав, отрезаю. Все, макушка наша готова. Здесь все получилось достаточно гладко. Вот, и нам нужно сшить вот эту часть. Освобождаем последний маркер с боковой стороны, и снова я присоединяю сюда ниточку. Вот так. Далее прячу хвостик на изнаночную сторону, и по снова-таки кромочным стежкам я продолжаю двигаться, для того, чтобы сшить вот эту боковую оставшуюся часть. Точно так же я сшиваю стежками по кромочным, двигаясь до, скажем так, максимального переда, стороны переда, для того, чтобы вот этой боковой нашей части не осталась дырка. Вот так. То есть нам нужно двигаться стежками до вот этого момента. Сшили боковую сторону максимально глубже под вот этот нахлестик. И теперь фиксируем к нахлестику еще пару стежками внешними. То есть получается по нахлестику вот так вот продвигайтесь сверху по кромочным и снизу по вот этому уголочку. То есть вот так. Это нам для того, чтобы зафиксировать максимально вот этот нахлест внешний и соединить максимально, чтобы не было дырочек и ничего никуда не ушло. Вот так. Смотрите, несколько стежков я сделала по ходу сшивания. Вот. И все. В принципе, у нас уже чалма готова. Можете здесь сделать еще, как я уже говорила, внешний шов. Вот такой вот, как мы сделали здесь. Но я здесь сделала, как вы видите, немножечко. Можно это все дошивать до конца. И здесь дошивать до конца. То есть для того, чтобы более цельное было ваше вязание. Здесь у нас получилось, как вы видите, без дырочек. Здесь все достаточно аккуратно. Здесь тоже аккуратно. Все. В принципе, нам осталось лишь только зафиксировать хвостики, спрятать кончики и повесить брошку для украшения. Вот эти хвостики отправляем все на внутреннюю сторону. И с внутренней стороны фиксируем. Я думаю, что как заправлять хвостики вам не нужно объяснять. Но дам некую рекомендацию. Лучше всего заправлять иголочкой вот здесь вот в большие вот эти перехлёстики, косички по полосочкам. Как можно длиннее оставлять хвостик именно во внутренней стороне. То есть продеваете вот так вот иголочку. И затем просто отрезаете через где-то 5-6 сантиметров. Вот так вот. И тем самым прячьте хвостики. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Обязательно не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. И также нажимайте на колокольчик под видео, для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Пока-пока.